Музыка Здравствуйте! Начнем все-таки с уступительного слова. У нас сегодня последняя тема, которая изначально прописывалась как дополнительная, но в принципе это не важно, поскольку вещь эта полезная, и если вы сможете ее использовать, то она поможет вам в жизни также решать задачи, которые другим способом решались не очень. Валера охотится на моху, который пытается сесть, и мне вспомнился рассказ, его рассказывал младший священник Огня в авистической школе, он занимался нумерологией, он рассказывал, как один неглупый человек решил закосить армию, поскольку начал понимать, что он там теряет свое время. Он в таком времени заслужился до сержанта, он понимал, что вот если еще год этого времени убить, это будет совсем. И он тогда придумал такую штуку. В общем-то он был сержант, а сержант более или менее уважаемый человек в армии. Он в течение дня на несколько часов пропадал, он уходил в туалет и в туалете делал так вот. И это делал в течение нескольких часов. Разумеется, его в определенный момент на этом поймали. Учитывая, что был он сержант, то есть если бы это делал человек, только что пришедший в армию, его могли бы заподозрить. Поскольку это делал сержант, то его тут же комиссовали. Как человек это придумал? Когда я, наверное, раз вижу, как человек ловит муху, я вспоминаю про сержанта, который хотел закосить от армии. Последняя тема. Тема, связанная с очищением пространства. Мы, опять же, используем тот ресурс, про который говорили с первого дня нашей лекции. И это очень близко соотносится с практикой очищения огнем, при котором обычно используется, например, пламени свечи. То есть, когда нужно почистить квартиру, мы берем свечку, желательно зажигаем его от объекта, не дающего дыма и копоти, например, зажигалки. И со свечки проходим, например, углы, те места, где скапливается грязь, и вот как бы огонь сжигает. Такие же похожие практики есть, когда мы мысленно это представляем, но в этом плане они меньше работают. Огонь нехорош, но чисто пламя огня, она в этом плане имеет свои ограничения. Ну, например, мы огнем не можем чистить место, где находится вода, поскольку это разные стихии. И огнем не очень хорошо чистить землю, хотя иногда такая возможность есть. Ну, если на земле что-то есть отравленное, да, и мы огнем сжигаем, это отравленное, и яда становится в среде немножко меньше. То есть, огонь преобразует какие-то разрушающие факторы. Ну, вот у огня, который является составляющей четырех одной стихии, есть некоторые ограничения. То, что называется внутренний огонь, он не является ядерской стихией, и он универсален. И можно даже чистить воду. Если у вас, например, в квартире есть бассейн с рыбками, то можно почистить и бассейн с рыбками на полевом уровне, используя возможности сознания. Что такое практика очищения внутренним огнем? Ну, опять же, мы вернемся к нашему золотому пониманию того, чтобы почистить внутренним огнем, он у вас должен быть зажжен и иметь достаточную силу. Чем больше этой силы огня у вас есть, учитывая, что он изначально чистый, да, то тем с большим успехом и с большим эффектом вы почистите то пространство, которое существует. Почему я добавил эту практику как дополнительную тему? Потому что зачастую у нас бывают ситуации, когда мы попадаем в среду, где все плохо и, например, не обладаем недостаточным количеством, может быть, какой-то специальной энергии, концентрации, чтобы как-то на это влиять. Есть такая практика, которая позволяет нам в том числе и в каких-то стесненных условиях, условиях среды, которую создавали не мы, на которую мы не можем напрямую повлиять, изменить пространство в лучшую сторону. По поводу этики, да, есть такое понятие, что если вы обладаете большей разумностью, вы имеете право в среде, в которой вы вынуждены находиться, изменять ее в лучшую сторону. Да, вот есть, например, какой-нибудь там христианский храм, и там происходит отупенивание людей. Он по умолчанию принадлежит христианскому грегору. Но христианский грегор прошел обманом на территорию России, ну, над помощью обмана и насилия. И, в принципе, вы, как белый человек, представитель расы, имеете право на любой точке территории, принадлежащей, например, христианской церкви, осуществлять методы чистки. Ну, только настоящие методы чистки, например, с помощью огня. Да, над этой территорией и заведуют сущности этого грегора, и они могут быть недовольны, но если вы чувствуете за спиной Творца Небесного, да, и вы говорите, что вы именем владельца всех миров это делаете, если ваши намерения, они соответствуют намерению Творца Небесного, то вы имеете полномочия чистить пространство даже там. Плод до того, что если вы приходите на шабаш сатанистов, полномочия распространяются даже там, и в синагоге, и в любой другой церкви, где нарушаются этические нормы. Вы имеете право использовать эту технику. Разумеется, если вы не обладаете достаточным количеством огня, эффект внутреннего огня, эффект будет маленький. В чем суть этой техники, что вы для начала пробуждаете этот огонь, то есть пробуждаете, осмысливаете характеристики этого огня, это состояние, это качество в себе активируете, после чего пробуждаете этот огонь. То есть из источника, который вас связывает с Творцом, поднимается это изначальное пламя, и вы этим пламенем наполняете пространство, которое хотите почистить. Например, вы пришли за справкой, меняете паспорт, и там находится огромное количество людей в разном состоянии. Кто-то немножко уже напился пиво, кто-то покурил, на кого-то нагавкала собака, у кого-то просто болит печень, и поэтому он на всех злой. Или пришла пенсионерка, у которой нет энергии, и вот ей надо поскандалить, что хоть откуда-то пришла энергия. То есть все люди разные, и человек любого возраста, и даже, я бы сказал, любого образования, может оказаться в этой среде и, скажем так, сделать ее для вас малопригодной для существования. И в этот момент, когда вы приходите и вынуждены в ней оставаться, такое бывает, у вас появляется возможность эту среду почистить. И по умолчанию вы имеете полномочия, независимо от того, хотят ли эти люди или не хотят, ее чистить. Почему? Есть такое понятие, как свобода воли, и человек сам выбирает, как ему поступать. Но если он поступает и разрушает общее пространство, то он нарушает высший закон свободы, и вы имеете право, как, скажем, вышестоящая станция. То есть очищать пространство и, возможно, чем-то блокировать демонические проявления, которые идут от людей. Кто-то это делает осознанно, кто-то неосознанно, как правило, неосознанно. Соответственно, вот вы пришли, предположим, в паспортный стол, там куча народу, они взволнованы, может быть, они просто устали. То есть они выражают какую-то энергию. Кто-то больной, много человек в помещении. То есть в помещении собралась та энергетика, которая для вас тяжела. Вы переходите в правильное состояние, пробуждаете внутренний огонь и наполняете этим огонь помещение. Как вы его наполняете? Но по умолчанию вы наполняете от пола, от основания, и поднимаете настолько высоко этот внутренний огонь. Это может быть любой. Вы можете визуализировать его как свет того или иного качества и света, вы можете визуализировать его как пламя. В принципе, не имеет по большому счету значения внешняя форма. Важно, что содержание того, что вкладываете, соответствует изначальному смыслу. То есть то, чем вы наполняете, как минимум наполняет пространство, в котором вы находитесь, например, в свободный объем, например, где существует воздух. Вплоть до того, что она может заходить в окошечки, где сидят чиновники, которые тоже проецируют энергию, даже и те пространства заполнять. Если вы можете это делать сквозь стенку немножко, можно и сквозь стенку. Соответственно, чем большее количество пространства в этом пламени, в этом качестве будете очищать, тем вам больше потребуется концентрации и, скажем так, внимания. Поначалу такие практики требуют затраты энергии. Они могут быть значимые. Как в магических практиках, когда мы очищаем пространство, например, с помощью стихий. Поначалу идут достаточно приличные затраты энергии. Когда вы начинаете работать с внутренним огнем, у вас тоже могут быть затраты энергии. Суть огня в том, что он идет из начального источника, и как часть вселенной, как часть природы, как часть сущнего, он так построен, что он, выходя из источника, не требует от вас особой энергии. То есть энергия прямо напрямую от источника. Если вы работаете магическим, например, способом и, например, пробуждаете стихии какие-то, и с помощью этих стихий чистите пространство. Мы про это говорили на прошлом или позапрошлом семинаре, к сожалению, точно не могу вам сказать. Можете вспомнить. Тоже есть такой способ. Они работают, исходя из ситуации, иногда очень даже неплохо. Но все они требуют, скажем так, вашей ментальной концентрации, астральной концентрации, то есть затрат психической силы. При правильном использовании внутреннего огня, когда вы набираетесь этого качества, то есть вы особенно эти силы не тратите. Особенности, когда вам нужно это делать часто и в течение длительного времени. Разумеется, это будет работать тогда по большей степени до тех пор, пока вы проецируете на это свое внимание, то есть вкладываете в эту задачу, в эту программу свое внимание, свое намерение. Еще раз повторюсь, что то, чем вы наполняете пространство, должно заполнять весь объем, по крайней мере тот объем, в котором находится воздушное пространство, то есть то пространство, в котором свободно находятся полевые структуры людей. Полевые структуры людей могут уходить за пределы, например, они могут и сквозь стены немножко пролезать. Так что, в принципе, если вы можете, например, не ограничиваться номер стенами, немножко его расширить, эффект может быть больший. Но, соответственно, от вас потребуются большие силы, поскольку любое воздействие сквозь какие-то материальные объекты требует усиления ресурса, которые вы вкладываете. У внутреннего огня или, скажем так, энергии духа есть огромные ресурсы, чтобы работать и сквозь преграды. Соответственно, все преграды имеют разную силу задержки, то есть, в принципе, это тоже возможно. Есть люди, которые, например, работают по принципу зафиксированного объема. Ну, например, это сфера или полусфера, да, то есть вокруг себя создают полусферу на ровный круг. Например, когда работаешь с биоэнергетикой, ты понимаешь, что полевая структура, она никогда, например, не бывает квадратной, да, или прямоугольной. То есть, она всегда стремится к сфере или к шару, или к кругу. И, соответственно, когда ты работаешь, например, с каким-то источником, он тоже создает эту среду. Ну, когда мы входим, например, в квадратное помещение, ее нужно наполнить все, поскольку если остаются какие-то углы, в этих углах будет скапливаться то, что не попало под воздействие. Ну, это как крысы бегут с корабля, так и какая-то, может быть, потеленка или какие-то демонические силы будут пытаться уйти от пространства очищаемого и будут прятаться в углах, которые, например, не заполнены. Поэтому в квадратном помещении, в кубообразном помещении, например, прямоугольном помещении, в объемном, мы заполняем все пространство. Даже все-таки необходимо, если есть какие-то окошечки, чтобы и, скажем, это качество этой энергии уходило и в окошечки, по возможности заполнять какие-то помещения, которые потенциально присоединены к этому помещению, из которых идет, например, какое-то воздействие. Например, чиновник сидит какой-то за окошечком в соседнем помещении, и он транслирует энергию. То есть он может транслировать и ту энергию, которую может создавать, например, и стрессовую или демоническую ситуацию, то есть разрушение пространства, разрушение психики. То есть тогда нужно, чтобы ваша сила, либо шар, как бы объем расширялся, либо поток энергии уходил в ту сторону. Лучше, конечно, заполнять весь объем. Чем сильнее ваша концентрация, чем вы глубже осознаете, видите образ, чем сильнее подключение, тем это будет сильнее работать. Это может работать как, например, в помещении, например, там 10-20 квадратных метров. Это может работать и в зале, например, вы пришли в какое-то большое помещение, ну, например, в опись какого-то банка, чувствуете сильный дискомфорт какой-то там. А там помещение, например, 300 квадратных метров. В принципе, когда вы правильно делаете практику, объем помещения со временем не будет для вас иметь значения. Ну, это если вы зажигаете, представьте, что вы в помещении, там лежат дрова, вы их поджигаете, огнем все равно гореть в пространстве одного метра или в пространстве тысячи метров. То есть если он загорелся, то он все пространство заполнит. Соответственно, если вы приходите в большое помещение и ваша концентрация пока не очень большая, то есть вы открыты для этих качеств не очень сильно, то большие помещения могут потребовать на начальных этапах больше сил. Ну, и, соответственно, если вы чувствуете, что не хватает у вас ресурса, то есть открытости для того, чтобы все помещение наполнить, вы заполняете помещение вокруг себя и то помещение, куда вы, например, будете перемещаться, чтобы не попасть. Например, если какая-то зона потенциально опасная, куда вы пойдете, вы можете заранее подготавливать. То есть в зоне, куда вы пойдете, вы начинаете заранее пробуждать в этой зоне этот изначальный огонь, этот огонь будет выжигать все демоническое. Возможно, то есть вы будете создавать, предположим, полусферу или шар, который будет наполовину находиться в зале помещения, наполовину с той стороны. У вас будут ощущения, то есть количество грязи или демонической энергии, оно разное. И, соответственно, на начальных этапах вы будете чувствовать, чем больше проблем, тем вам сильнее нужно зажигать огонь. А в будущем, когда вы научитесь с этим работать по-настоящему, то есть огонь будет сам настраиваться на то количество, на тот объем пространства, который необходимо заполнять. Когда вы входите в маленькое помещение, например, в лифт, зачастую, ну, очень многие люди чувствуют в лифте себя дискомфортно. Ну, дискомфорт, например, в лифте, они все, как правило, маленькие. Даже, в принципе, грузовой лифт можно считать маленьким, потому что объем полевых структур человека, он в лифте едва ли помещается. Когда в лифте нас собирается там 3, 5, 7 или больше человек, то есть мы чувствуем дискомфорт. Ну, это вроде того, как лично какого-то незнакомого человека. Хотите, не хотите, конструкции сталкиваются. Та же самая ситуация может проводиться и, например, в лифте. То есть зажигается огонь, и он выжигает какие-то демонические силы, которые вас раскручивают на дискомфорт. Потому что дискомфорт, он может быть двух типов. Первый тип – это потому, что вы слишком близко соприкасаетесь с полевыми структурами других людей. То есть вы входите в их интимную зону. Эти люди не являются вашими друзьями какими-то близкими или родственниками. То есть, в общем-то, получается как внедрение в интимную зону. Это и люди чистый дискомфорт. Это не является в прямом смысле демоническим проявлением. То есть это определенный уровень еще, может быть, неполной развитости человека. Если вы уходите в помещение, в тот же самый лифт, где есть незнакомые люди, где они больные, раздраженные, то там могут присутствовать демонические структуры или какие-то проявления. И там, соответственно, вы пробуждаете тот же самый огонь, который наполняет пространство. Что касается, например, лифта, конечно, вы сначала работаете с объемом самого лифта. Но, в принципе, можно заполнять пространство всей лифтовой шахтой. Что такое лифтовая шахта? Вы понимаете, что лифт движется от первого этажа до последнего. И есть там еще лифтовой, так называемый, приямок. Он обычно ниже первого этажа, там предположено полтора метра, иногда чуть больше. И еще есть там помещение над лифтом. И вы можете наполнять все это пространство огнем. То есть сила огня, она проходит через все это пространство. При этом вы очищаете пространство, например, по пути следования лифта. То есть идет некоторое усиление. То есть практика работы с огнем, если вы находитесь в помещении, подобное лифтовому помещению. Есть люди, например, которые используют эффект закручивания энергии. Когда мы работаем с внутренним огнем, нужды его закручивать не нужно, потому что он идет от источника к источнику и не требует усиления путем, например, спиралевидных энергий. Со временем вы почувствуете, что есть какое-то пространство, которое вы можете эффективно очищать. Здесь ваша квартира, в которой вы, например, живете, и вы можете, каждый день проходя, ее очищать периодически. Ну, там, не знаю, например, с утра встали, зажгли огонь, почистили. Пришли с работы, почистили ее. Можно вечером еще, по ощущениям. И вы к этому пространству привыкаете, вы даже знаете, что где и как там, где может быть потенциально что-то не так, где какие-то стенки, которые пересекаются с потенциально общим пространством соседей, ну, например, кухня. И стенки, бывает, кухни соприкасаются за стеной с кухней соседа, да, и соседи сидят близко к стене, да, то есть их полевые структуры могут проникать за пределы стены. Или, например, душевая комната, например, ну, меньше это влияет на пол, хотя это тоже бывает, поскольку конструкции человека, они прилично занимают пространство даже обычного человека. Почему в древности, когда строили помещение, то потолок должен был не меньше, чем два роста самого высокого человека в семье. То есть, если там самый высокий, предположим, метр девяносто, да, учитывая обувь, на которую он ходит там, и столько же, как его рост должен был быть потолок. Если сверху потолка, например, что-то есть, да, даже если, в принципе, там никого нет, это просто чердак, все равно рекомендовалось сделать такой высоты. Если вы живете в многоквартирном доме, где это есть, соответственно, вы делаете так. Надо понимать, что есть пространство еще и слева, справа, да, то есть, когда вы работаете с очищением, вы учитываете, что есть какие-то места, которые потенциально, может быть, более вот закажены. И когда вы живете в квартире, вы эти вещи можете знать. Когда вы выходите в какую-то другую среду, там у вас будут неожиданные ситуации, то есть, и тут нужно будет решать по ситуации. Со временем вы начнете понимать, какое пространство вы на данный момент способны эффективно наполнять внутренним огнем, ну, ровно настолько, чтобы не чувствовать дискомфорта. И, соответственно, вы уже можете подстраиваться, вплоть до того, что вы идете вперед. Вы, например, понимаете, что впереди есть какая-то проблема, да, то есть, вы вытягиваете внутренний огонь, то есть, его проявление вперед на какое-то пространство. И когда вы подходите к объекту, оно уже почищено, да. Его можно также вытягивать назад, его можно поднимать наверх, расширять, то есть, исходя из того, какое пространство вы можете наполнить. Поначалу этот эффект будет работать, как и в обычном эффекте, в работе, например, со стихиями, которые вы очищаете. Если вы прошли и были в этом состоянии, то по умолчанию пространство, где вы прошли, будет очищаться. То есть, вы будете оставлять не свой психический хвост, в большей степени энергии, да, вы будете, скажем, во многом оставлять очищенное пространство. Вплоть до того, что вы будете чувствовать пространство, по которому вы прошли, если вы возвращаетесь по нему, да. Если будут проходить мимо магии или экстрасенсы, они будут видеть, что кто-то очищал пространство, когда здесь перемещался. Почему я заговорил про некоторый объем? Пространство, которое вы поначалу будете чувствовать более или менее эффективно почищенный, потому что сразу не нужно пытаться все исправить к наилучшей степени. Поначалу вам нужно понять, с каким пространством вы можете работать в ближайшее время. И именно научиться эффективно это пространство чистить. Если у вас есть рабочее место, например, можно, например, и оно занимает, например, вы вынуждены работать в офисе, и ваше пространство, например, там, несколько квадратных метров, там, 3, 4, 5, да. А офисное помещение, ну, предположим, 20-30, да, то вы можете, например, с большей силой очищать пространство, где вы непосредственно сидите, и с меньшей силой очищать все остальное. То есть пока огонь не набрал своего явного и, скажем, высокого качества, это будет иметь значение. Есть пространства, которые нет смысла, в прямом смысле, заниматься очищением. То есть пространство, которое занимается утилизацией, да, то есть нет смысла чистить помойку. Вот здесь какое-то место, где стоит мусор. Нет смысла чистить канализацию. То есть это пространство канализации, поскольку ресурс не предназначен для очистки систем выведения. Системы выведения, они построены так, что они рассчитаны на выведение, и их обслуживают сущности, которые живут в этой среде. И если вы будете пытаться использовать внутренний огонь, вы будете много терять ресурсов. Почему много терять ресурсов? Потому что вы во многом используете его не по назначению. То есть чистить места утилизации энергии как бы не следует. Со временем, когда вы достигнете определенного уровня чувствительности, вы сами будете понимать, какое пространство заполнять как бы этим качеством. С внутренним огнем можно работать в плане очищения на расстоянии. В принципе, можно заранее почистить пространство, в котором вы будете находиться. Например, у вас есть время, у вас есть свободное время, и вы готовы его куда-то инвестировать, важное. И есть пространство, куда вы пойдете. Если вы знаете, что это за пространство, то есть вы можете визуально это пространство увидеть. Почему это важно? Чтобы те силы, которые будут работать, они именно могли найти пространство, которое нужно чистить. Чтобы не энергии блуждали в пределах вашего города, в попытках поиска того, чего нужно очистить. А вы проецировали энергии в конкретное место. Например, это работа, куда вы ходите, и пространство вашей работы. Вы можете, сидя дома, пробуждать визуально зрение огонь в этой среде, чтобы она почистилась, особенно, если это актуально. Например, появился на работе работник, который обладает низким потенциалом, у которого есть какие-то демонические привязки, зацикленности. Вы, например, можете это пространство, где он находится, почистить. Почему это иногда полезно делать? Потому что это место наибольшей опасности. Если вы огнем сильно очищаете это место, то оно не просто очищается, оно еще и заряжается. И когда человек приходит в это пространство, то демоническое, что есть в человеке, оно либо приходит в состояние истерики, либо оно приходит в состояние засыпания, или такое, как сказать, затихаряется. Это как, например, хищник или какой-то там прячется, когда видит, что приходит кто-то, кто может его поймать и уничтожить. То есть он сидит тихо, чтобы его не трогали. То есть если у человека сильная демоническая подселенка, то его начнут колбасить. Но это тоже хорошо, поскольку человек сильной демонической подселенкой должен находиться в специальных местах. Либо это психушка, либо это тюрьма. Как это ни грустно звучит, но человек, который доверил себя до сильной демонической загрязненности, должен находиться в той среде, где его есть возможность почистить. Такой человек не может находиться в общественной среде, поскольку он очень сильно разрушает пространство. То есть это вопрос этики и вопрос уложения окружающих. Или, скажем так, вопрос справедливости. Потому что, например, есть законы, например, социальные, они далеко не защищают интересы тех, кто создает ресурсы, и они не являются, скажем так, защищающими основные принципы существования живой материи. То есть они не соответствуют замыслу творца. Поэтому всегда, когда вы планируете какое-то действие, вы учитываете многие варианты. Вы собираетесь на работу, знаете, что есть какой-то человек. Например, это основная опасность. Вы можете почистить это пространство. И в каком-то смысле происходит именно заряд. Заряжаются не конкретные вещи, а заряжается именно пространство. Если в это пространство попадает какой-то предмет, то он, соответственно, попадает под это воздействие. Бывает в пространство попадают предметы, принесенные с другого места, на которых тоже есть отпечатки определенные. Вы знаете, что если каким-то предметом пользовался человек, ну, например, даже если это, например, неживой предмет, там, не знаю, стул, там тетрадка какая-нибудь, кружка, там человек с проблемами, то на нем, на этом предмете остается сильный отпечаток этих негативных энергий, так называемая негативная намагниченность. Соответственно, эти предметы, попадающие в это пространство, будут очищаться. Но вплоть в идеале до разрушения какого-то. Какие бывают разрушения? Эти сильные очень предметы, демоническая намагниченность, этот предмет может сломаться. Например, его нечаянно уронят. Ну, его нечаянно уронили, он переходит в мусор, он уходит в зону утилизации, например. Либо бумага, например, как ее рвут, или, например, эту бумагу портят, и она опять уходит в зоны, где человек работает. Заранее можно почистить, например, или усилить место, в котором вы будете сидеть. Возможны варианты, что люди, которые находятся в вашем помещении, будут ощущать, например, ваше место, особенно сильно почищенное, как более приятное, что в нем хорошо находиться. Вплоть до того, что пока у вас нет, кто-то хочет посидеть на вашем стульчике. Такое может быть, но это вопрос того, что нужно людям говорить, что типа мое кресло, типа не трогай, вот у тебя и свое. То есть тут нужно договариваться. Это одна из еще возможностей чистить на расстоянии тот объект, то место, где вы будете находиться. Еще раз повторюсь, нужно четко представлять место, где вы находитесь. То есть вы не в своих фантазиях или даже в интуиции его вырисовывать, а именно его видеть. Поскольку, в особенности, поначалу очень сложно пробудить энергию в том месте, если вы его четко не представляете. есть люди, которые не нуждаются в подобной энергии. Но если вы приходите в помещение, где есть очень гармоничный человек, то вы, скорее всего, почувствуете, что там, где находится человек, вокруг него существует поле, и это не нужно делать, например, с этим человеком. Обычно это люди чувствуют. В частности, когда вы работаете с темой то или иной техникой, то или иной энергией, то та или иная энергия дает вам некое зрение, некое видение, которое вам со временем уже учит вас тестировать пространство на, например, наличие чего-либо. При практиках подобных, когда мы работаем с пространством, могут быть некие ощущения пространства, которые для вас могут быть странными. Вплоть до покалывания, там, холодка, щекотки. Поначалу могут быть странные эффекты, и даже иногда эффекты, мешающие заниматься какой-то деятельностью. Есть еще один такой момент, что если в этом пространстве человек почищенным занимается какой-то нехорошей деятельностью, которая ведет к разрушению, то эту деятельность будет делать сложнее, соответственно. То есть что-то плохое в пространстве, которое почищено, почищено, наполнено внутренним огнем, делать что-то неестественное будет сложно. Если в такое помещение выходит агрессивный человек, то он либо будет успокаиваться, либо захочет покинуть это помещение. Соответственно, конечно, нужно понимать, чем больше, предположим, демонический заряд, тем больше сила у, скажем, того, кто на этом человеке приехал, оставаться на пространстве и пытаться качать права. Если вы работаете с энергией пространства, нужно понимать, где наиболее высокая опасность и куда в первую очередь нужно проецировать. Как и в работе с психическими энергиями, со стихиями, если вы чувствуете, что не хватает ресурса на объем, вы сужаете объем до пространства наиболее опасного. Человек стоит, вокруг него, у человека есть поле, то есть оно на самом деле большое, даже у людей с демоническими склонностями оно может быть большое, но есть пространство, которое производит наибольшее воздействие. То есть, например, метр на метр положим, цилиндр, представляете себе, а лучше не цилиндр, а чтобы он был либо овальный, либо невозможно, чтобы он уходил куда-то вниз. Такое пространство, например, с максимальной силой вы начинаете чистить. Еще раз повторюсь, что это процесс этически сильный, тогда, когда вы чувствуете сильный дискомфорт. Поначалу при проведении этой практики могут быть какие-то экстессы. Кто-то даже может впадать в истерику. Это знаете, когда какое-то животное, которое всегда жило в полутьме, вы начинаете светить фонариком, и у него начинается истерика. Также, если в ком-то очень много демонической энергии, и вдруг там начинает проявляться подобная энергия, человек начинает, как говорится, бесить. От того, что он начинает бесить, это, в общем-то, его, по большому счету, его проблема. Если он не смог до сих пор от этого очиститься, то он должен либо очиститься, либо покинуть пространство. Это этика присутствия. Есть такое понимание, что если вы приходите в среду, где много проблем, где люди с проблемами, то поначалу вам будет работать посложнее. В будущем может быть такая сложится ситуация, что люди привыкнут к тому, что от вас как будто что-то происходит, и даже будут вас ждать. Не понимая, что происходит, когда придет человек, и начнет там сидеть, говорить. То есть, как будто бы люди от вас подпитываются. В этом, в принципе, плохого ничего нет. Пока люди не умеют пробуждать эти энергии, пока они могут быть открыты этому диапазону, они могут сознательно к этому стремиться. По своей природе, белый человек, он хороший, он интуитивно чувствует то, что ему нужно. И когда он чувствует, что от кого-то идет эта энергия, то он потенциально к этому тянется, и заинтересован в присутствии этого человека, этих энергий в своем поле, в том пространстве, в котором он находится. Плюс внутренний огонь, если вы занимаетесь какой-то деятельностью, будет, скажем так, вас гармонизировать, вас направлять, скажем так, чтобы ваши действия более соответствовали принципам существования, разумным принципам существования человека. Это так называемый побочный эффект, если так можно выразиться. Он будет работать, поскольку есть такое правило, что та энергия, которая соответствует такому-то качеству, в пространстве, в котором она находится, изменяет все согласно своим качествам. То есть, если это демоническая энергия, она демонизирует все, разрушает изначально. Если это энергия развития и очищения, она очищает, развивает и оставляет на всем такой отпечаток. Нужно ли про подобные практики кому-то рассказывать и доносить до кого-то? Но только тогда, когда человек сильно этого хочет, когда человек для этого созрел. Просто так рассказывать про такие вещи не стоит, поскольку не все люди понимают это. То есть, понятие, например, этики для людей очень и очень, к сожалению, примитивное. То есть, если человек считает, что он не хочет, он считает, что другие не имеют права это делать. Например, человек, например, хочет курить, и он считает, никто не имеет права ему запрещать курить. Человек хочет слушать heavy metal, и никто не имеет права ему запретить нести в микрофон, чтобы оттуда орало heavy metal или тяжелый рок. Или человек надушился, как приезжают, например, в Финляндию, люди с Африки и душатся своими вот этими средствами. То есть, для нас это похоже на запах что-то среднее между собачьими испражнениями и протухшими продуктами. Они считают, что эти запахи отгоняют злых духов, которые исходят от белых. То есть, воня-то редкостная, и переносить ее тяжело. Может быть, она и в чем-то полезна, но она не для обоняния белого человека. То есть, она разрушает пространство. Но если им на таких людей собирается много, то они, соответственно, в этих помещениях находиться очень сложно. Эти люди думают, что они имеют права этим мазаться. Соответственно, сейчас появляются законы, например, которые говорят, что нельзя использовать алкогольные напитки в общественных местах распивать, нельзя душиться всякими средствами химическими, а все наши практически духи – это химические средства. То есть, есть общее пространство, которое вы должны содержать, как минимум, в нейтральном состоянии. То есть, или как-то так называемые в санитарных нормах. На самом деле, биоэнергетика – это те же самые санитарные нормы. И многие люди не понимают этих вещей, не понимают законов этики, не понимают законов биоэнергетической этики, которые будет учить любой человек, например, который занимается, должен учить человек, который занимается, например, цигун или йогой, любой техникой, связанной работой, например, с энергетикой. Надо понимать, что не только энергетика, но и мысли запускают программу, но энергетика, она более жестко, ну, более сильно работает. То есть, по тем или иным причинам. То есть, все является энергией, но вот именно полевые структуры, именно астральная энергия, она проникает более сильно, поскольку все-таки те частоты, которыми управляет человек, это в основном астральная энергия. Даже не исходя из того, это мужчина или женщина, именно основная энергия, которая присутствует в пространстве, она все-таки ближе по частотам к эмоциональной, психической, то есть астральной. Поэтому говорить людям, которые для этого не подготовлены, не стоит. Человек, например, всю жизнь занимается или очень долго занимается цигуном, и вот он в вашем помещении, вы можете поговорить по поводу энергетики, по поводу чисток. Кстати, такие люди зачастую, например, с помощью цигун делают подобные вещи. В цигун тоже есть, например, техники, чистки пространства, но это как бы вопросы не мои, а специалистов в этой области. Есть в йоге технологии очистки пространства. Это тоже больше к человеку, который, например, практикует йогу на этом уровне, поскольку йога — это создание не только внутреннего пространства, но и создание среды вокруг себя, потому что иначе не бывает. Нельзя создать внутренние среды, не учитывая пространство вокруг, нельзя создать пространство вокруг, не учитывая свое внутреннее состояние. Если человек к этому готов, и вы что-то четко понимаете, можно рассказать про эту практику и про то, что, например, в будущем работать совместно. Если у вас собирается несколько человек, и вы втроем это делаете, то идет усиление. Знаете, есть такой эффект, тогда, когда собирается большая группа людей, и они начинают практиковать что-то светлое, вы, наверное, про это уже слышали, может быть, я говорил, приходит какое-то более высокопоставленное существо света, и начинают на новом уровне транслировать и пропускать эти энергии через это пространство. Почему? Ну, потому что это показывает, что, скажем, цивилизация в целом начинает более быстро пробуждаться, то есть не отдельно взятый человек, и под это выделяется какая-то сущность. Сущностей Вселенной много, и светлых много, но на каждого человека не поставишь по хранителю, по какому-нибудь иерарху света, но тогда, когда люди собираются вместе, всегда приходит иерарх, и он начинает работать с коллективной энергией. Когда собирается определенное критическое количество людей, занимающихся подобными вещами, идет трансформация пространства. Это тогда, когда в пространстве начинаются кристаллизовываться кристаллы этого качества, то есть в помещении, в котором, например, группа людей, предположим, 10-20, 50-100 человек, занимаются какими-то подобными практиками, начинает кристаллизовываться структура, которая начинает работать со временем уже сама. То есть его хорошо подкреплять, но она начинает уже работать сама. Это что-то вроде того, как вы сильно посветили комнату, и свет в комнате начинает сам сохраняться. Что-то подобное. То есть когда собирается группа людей, уже начинает меняться не просто пространство, структура начинает насыщаться этим качеством. Но это закон, про который знают все биоэнергетики, все люди, работающие с энергией. Если вы обретаете большую личную силу, открытой для этих энергий, то подобный эффект может происходить, и пространство может накапливать подобные качества. Но это, разумеется, тогда, когда количество изначального чистого огня, оно будет превышать все остальные энергии, которые присутствуют в помещении. В общем, практика несложная. Мы работаем с образом, мы работаем с пространством, мы работаем с качественными характеристиками, про которые мы говорили. И она принципиально чем хороша, что она не универсальна. Например, если вы чистите водой некоторое пространство, вы можете не справиться. То есть, например, у воды есть эффект в определенных ситуациях очень хорошо изменять структуру. Или у воздуха, или у земли. Есть определенные ситуации, когда эти стихии очень эффективно работают. Есть такое же даже качество у классической стихии огня. Не у изначального огня, а классической стихии огня. Но у него тоже есть свои ограничения, например, соответствующие. Когда, если вы работаете со стихиями, и их есть баланс, то, в принципе, стихии со временем переходят в более тонкое состояние. Мало кто может в каком-то отдельно замкнутом пространстве собрать все четыре стихии, довести их до сильного состояния и обеспечить, скажем так, трансформацию. То есть, когда собирается достаточное количество комплектующих энергий, они сливаются в какую-то более усовершенную форму. Но это вроде того, как вы собрали все детальки от машины, есть вероятность, что будет собрана машина, которая поедет уже. Это будет не просто интересное учебное пособие, потому что такое машина, возможно, будет собрана машина и даже будет, возможно, появится возможность поехать. Что еще? Могут быть энергии, которые, например, могут быть в том помещении, в котором вы находитесь, рядом с ним могут быть источники энергии, которые плохо влияют. Под вами находится трансформаторная подстанция, например, я не знаю. Либо под вами находится, я не знаю, я так утрирую, церковный приход. У нас такая тема была, когда мы в Перми раскручивали один бизнес, под нами было помещение, где тусовали попы, у них там была церковь на первом этаже, прямо под нашими помещениями. То есть, могут быть какие-то помещения, не знаю, вплоть до того, что мясобойный цех какой-нибудь, где будет идти энергия, разрушающая пространство. Если вы понимаете, что где-то снизу есть такие энергии, то, соответственно, можно либо создавать с помощью огня некое закрывающее поле, если очень сильной энергией вы не справляетесь, либо вы будете направлять эти очищающие энергии просто вниз, чтобы это пространство чистилось. Ну, соответственно, вы будете создавать ситуацию, при которой то, то, что есть неестественное внутри, в этом пространстве, оно будет стремиться либо заканчиваться, либо покидать это пространство. Опять же, мы говорим о том, когда проявление, скажем так, этой энергии, этого качества будет на достаточном уровне. В любом случае, чтобы к чему-то прийти, нужно с чего-то пробовать. И у каждого у вас есть жизнь, есть пространство, и вы по умолчанию просто живете в нем. Если это ваша квартира, вы стараетесь ее сгармонизировать, там что-то придумываете, вешаете какие-нибудь там, предположим, картинки правильные, там, с какими-нибудь там мандалами, включаете музыку, там, благовоние, зажигаете там свечку, ставите какие-нибудь там вещи там, где водичка течет, фонтанчики какие-нибудь, там, проветривайте помещение, там, делаете помещение, например, положим светлым и наполняете ее яркими цветами, ставите какие-то естественные предметы или минералы, которые очищают пространство, ну, как кристаллы, сажаете растения, которые также гармонизируют пространство. То есть, в средах, которые вы контролируете, вы что-то делаете. Причем, если Если в пространстве, где есть эти естественные объекты, вы будете пробуждать огонь, ими это будет только приветствоваться, поскольку он сочетается с любыми природными энергиями. Вы знаете, что все объекты Вселенной имеют свои частотные характеристики. И не всегда объект, обладающий качеством, например, воды, хочет, чтобы в этом месте пробуждался огонь. То есть есть этика, и нужно понимать, например. Когда вы пробуждаете именно внутренний огонь, он не является жесткой стихийной энергией, то есть узконаправленной, он является универсальной, чистой. И он подходит для всех живых объектов светлого мира. То есть энергия является универсальной, и она подходит для всех. Если у вас там живет собака или кошка в квартире, ей это мешать не будет. Если у вас стоит кристаллик какой-то натуральный, если у вас цветок растет какой-то, неважно, кактус это или дерево манго, или даже елочка, вообще не имеет значения. Все живые объекты, естественно, воспринимают эту энергию, это качество, и даже, возможно, они будут с высокой вероятностью даже лучше себя чувствовать, и, возможно, лучше расти или лучше сохраняться. Потенциально можно работать сквозь стены. То есть если у вас квартира, то есть в квартире есть какое-то количество комнат, и вы можете сквозь стену это все делать. Но лучше поначалу, если вы хотите это сделать, то вы стоите у пространства, которое вы видите, и визуально его направляете. Со временем, когда вы хорошо знаете пространство, в котором вы работаете, у вас сохраняется что-то типа кодов восприятия пространства, так называемая связь. Я не буду на уровне изотелики это тонко расписывать, там есть определенные интересные вещи хотя. То есть вы можете со временем в это пространство приходить через воображение, когда вы четко чувствуете, четко уже помните это пространство. То есть ваши полевые структуры, существа, которые будут с вами работать, они уже хорошо знают, куда идти, какое пространство, что и как. Поначалу лучше видеть пространство, с которым вы хотите работать. Будь то кухня, или, положим, ванна, или туалет. Помните еще раз, что, например, унитаз этой энергии чистить не стоит, там сливное отверстие в эти зоны тоже чистить не стоит. То есть могут быть некоторые экстессы в этом плане, но вы, я думаю, почувствуете. То есть со временем те тела, те сущности, те части вашего существа, которые работают с этой энергией, они сами научатся распределять энергию в том пространстве, в котором это необходимо. Есть еще такой эффект, что если эта энергия заполняет большое пространство вокруг вас, то эффект становится более сильным. Но это появится со временем, потому что для начала у вас задача, чтобы пространство, с которым вы работаете, оно чистилось на таком уровне, который у вас вызывает что-то наподобие удовлетворения. Это знаете, как вы приходите к столу, и он испачкан. Вы берете какой-то предмет, начинаете его мыть. И есть какой-то момент, когда вы удовлетворены, и вы считаете, что он, в общем-то, помыт. Хотя понятие помытого стола очень тонкое. Если вы посмотрите через микроскоп, вы найдете бактерии после любой помывки. Но есть условная говоря норма, условный говоря стандарт. И этот стандарт существует тогда, когда вы с помощью этой изначальной энергии чистите какое-то пространство. Ну, в целом это все. В принципе, как я понимаю, ничего сложного. Вот есть свои какие-то мелочи в этом. Есть какие-то вещи, может быть, которые я не сказал, и вы увидите это со временем. То есть можно всегда связаться. Я смогу это уточнить. На самом деле, во многих культурах, в многих духовных традициях используются подобные вещи. Только они называются немножко по-другому. То есть исходя из того языка, который используется, и тех терминов, которые используются в этой духовной традиции. Но, в общем-то, есть понятие существования Вселенной и сил во Вселенной. То есть ты не придумаешь ничего нового, кроме того, что существует. Наша задача только найти для начала эти вещи и научить ими правильно пользоваться. То есть правильно пробуждать те энергии и качества, которые должны быть в том или ином пространстве, чтобы его, скажем так, улучшить и сгармонизировать. Наша задача не только гармонизировать себя, но и по возможной мере окружающее пространство. Если мы этого не делаем, то, соответственно, оно остается в известной степени агрессивной, и мы больше в мире страдаем. Хочешь изменить мир, да, измени себя. Изменил себя, начинай менять мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok